The Crew Motor Fest, на моё удивление, оказалась намного лучше, чем я ожидал. Приятный визуальный стиль, неплохая графика и, самое главное, отличнейшая аркадная физика, которую Ubisoft смогли сделать спустя две попытки. А обо всём подробнее в ближайшие несколько минут. Всем привет, ребятки, и добро пожаловать на видео впечатления о новом закрытом бета-тестировании The Crew Motor Fest. Если первая часть Crew была направлена на сюжет в открытом мире, то вторая больше на различные миссии и задания, но обе объединяло одно. Это карта Америки, да, уменьшенная, но всё же Америки. Тут вам и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес, и Нью-Йорк, и дальше по списку. Новая часть серии не номерная, следовательно, отходит от традиций. Здесь у нас Гавайи, один остров. И знаете, это не так уж и плохо. Карта относительно небольшого размера, но если со временем её наполнят различными активностями и действиями, то это будет явно лучше, нежели огромная и пустая карта. Стоит упомянуть, что игра лишилась каких-либо пешеходов на улице, и здесь у нас только трафик, проезжающий по самой улице. Действия в открытом мире максимально стандартны. И радар, и слалом, короче, всё, что было во второй части, тут точно так же имеется. Также есть испытания, которые открываются вместе с плейлистами, о плейлистах чуть попозже, но испытания завязаны обычно на каком-либо действии. Проехать на одной машине как можно дольше, прокатиться при определенной скорости и так далее. Короче, всё стандартно, и за это вы получаете небольшую награду. Сам по себе остров довольно сильно отдаёт вайбами Forza Horizon, особенно на пляже, сильно отдаёт Австралии из третьего горизонта. Сам же остров Гавайев раньше у нас был в ТДУ, и видя проработку острова, стоит сказать, что до самого ТДУ он не дотягивает, конечно. Сейчас в заданиях локации повторялись нечасто, однако вторичностью уже отдаёт. А представьте, что будет на релизе. Боющийся карты и постоянно повторяющихся элементов дорог и трасс, игра быстро многим надоест. И тут надеяться только на то, что карту будут расширять и наполнять. И стоит сказать, что у разработчиков есть возможность это сделать. Ведь игра построена на системе плейлистов-историй. Суть в чём, игра предоставляет определённое количество тематических заданий, которые между собой поделены на истории. Тем самым разработчик себе развязывает руки, может добавлять что-то сюрреалистичное, так и наоборот приблизиться в максимальный реализм. К примеру, плейлист сделана в Японии. Это шикарнейшая ветка заданий. Ночные ужасно красивые пейзажи, украшенные различными японскими атрибутами. Всё это обязательно проходит на японском легендарном авто, а на фоне игрокам ведают о различных фактах, связанных с тем или иным концерном. Также плейлисты делят на типы авто, к примеру, ветка, которая позволяет прокатиться на некоторых электрических автомобилях. Здесь, как в Формуле И, можно набирать нитро в определённых участках дорог. Есть ветка заданий, которая знакомит нас с определённым концерном. В бете нас познакомили с Порше, и так можно продолжать ещё долго. Но, к сожалению, в ЗБТ доступно лишь 5 плейлистов. Однако я уверен, что эти самые истории станут ключевой темой игры, и я буду рад видеть их разнообразие. В ЗКРЮ 2 пытались сделать что-то подобное, но чаще всего это было лишь эпизодическим бонусом, а не полноценной веткой истории. Поэтому Юбисофт всё в ваших руках, не обосритесь с тем, что у вас на данный момент сделано неплохо. Да, в этих ветках есть и откровенно спорные задания. По типу доставки авто без повреждений, с одной стороны это очень банально и скучно, с другой стороны повреждения наносятся буквально от каждого сбитого заборчика, и это даёт тебе повод быть максимально аккуратным. Жаль, конечно, что сами эти визуальные повреждения остались на том же уровне, что и в предыдущих играх серии, и они точно так же самовосстанавливаются со временем. Стоит отметить, что игра стала чуть больше направлена на ПВП. К примеру, режим дерби из прошлой игры — это теперь некий батл-рояль, где всех игроков делят на группы, и вы со своей командой пытаетесь победить, выталкивая соперников, и в то же время вам необходимо убегать от зоны, которая уменьшается каждые пару минут. Другой интересный ПВП-режим — это некая реинкарнация режима лайф-экстрима с прошлой части. Одна гонка, 32 реальных игрока и три транспортных средства, которые будут меняться по ходу гонки. Это очень весёлое и в то же время очень напряжное месиво. Все толкаются с надеждой победить, и это выглядит по-настоящему эпично. Кто-то срезает, кто-то ищет методы объезда. Короче, круто. Единственный минус, что такие гонки запускаются на карте автоматически, и чтобы в них поиграть, приходится рыскать по карте и ждать того, что игра запустит этот режим. Кстати, в ЗБТ не было кроссплея, однако на момент релиза его обещают, и эти самые гонки будут доступны в кроссплее. Тут вам есть и драк, и дрифт, который геймплейно оставили без изменений. В некоторых гонках на болидах появились полноценные питстопы, где вам придется менять шины, на других гонках вам будут платить за максимально чистую победу в самом состязании, и так далее. Однако, дрифт все же немного поменялся в плане физики. Машина стала чуть более предсказуемой, но в целом режим дрифта остался абсолютно таким же, как и был во второй крюхе. Другой вопрос в том, что физика в целом стала просто шикарной. Из игры убрали бесполезное скольжение там, где оно было не нужно, и добавили в тех местах, где его действительно не хватало. К примеру, машину чуть-чуть бросает за нос при сильном повороте, и ее надо отлавливать. Машины стали предсказуемее, и более не ощущаются такими утюгами, как ранее. Особенно порадовали измененные гиперкары. Теперь на них ездить действительно приятно. Нет ощущения того, что на повороте улетишь в отбойник. Есть понимание, что ты сможешь войти в поворот. В некоторые гонки добавили свои элементы физики, к примеру, Тога, вроде та же обычная гонка, но на поворотах машина более податливая, и ты получаешь нереальный кайф от того, что происходит у тебя на экране. Короче, вы сейчас офигеете от моих слов, но физика в новой крю на данный момент, это хороший баланс между зацепом и дрифтом. Я могу сравнить эту игру только её с прямым конкурентом. То есть, если физика Форза пытается в некий околореализм, и от этого многие плюются, например я, то крю идёт по пути аркадности. Чем-то даже физика мне напомнила игры 2008 года. Вот то, как сейчас играется Моторфест, это вот точно так же должны были играться крю и крю 2 априори. Мне прям очень понравилась физическая составляющая, играл без помощников, если что, и надеюсь, что на релизе она останется такой же или даже лучше. Но если физику машин починили и улучшили, то вот самолёты стали вести себя очень странно. И чтобы сделать какую-нибудь бочку, необходимо держать кнопку экстрим. В моём случае это квадратик, ибо играл на дуалшоке. Лодки сами по себе оставили без изменений. Графика в игре средненькая. С одной стороны, да, она не тянет на 23-й год, иногда странные моменты в окружении, мыльные текстуры и так далее. С другой стороны, всё это сходит на нет из-за качественных отражений. Не берём расчёт отражения в зеркалах. Серьёзно, блин, игра про гонки, а вы до сих пор их не можете сделать. Спускаем всё на бетку, но вдруг починят, вы же любите так оправдывать игры. Так вот, остальные отражения шикарны, полностью переработанные фильтры освещения и новые эффекты. В какую-нибудь грозу игра становится просто невероятно красивой, даже на среднем пресете графики. Да, некоторые фото же записаны на среднем, ибо в этот момент был стрим, и комп не вытягивал. И здесь мы переместимся к оптимизации. Да, это бетка, но кто пытался поиграть на минимально рекомендуемых, видел ужасную картину. Кто-то отмечал, что даже на 40-90 были лаги, а у кого-то игра в принципе не запускается. Так что в первые дни релиза явно будут проблемы. Но лично у меня, вне стрима на моей сборке, всё летает на ультрах спокойно. Но несмотря на все минусы оптимизации, сочные погодные явления, яркая и кинематографичная картинка выглядит просто шикарно. Графон нереалистичный, но максимально насыщенный и сочный, и лично мне это очень нравится. Такая приятная картиночка. Из-за погодных явлений, насыщенности и разнообразности в заданиях, игра кажется намного динамичнее и драйвовее своего отца-родителя. Да даже в плане подачи сюжета и гоночных историй, это всё походит на первую часть Horizon. То есть аутентично и атмосферно. Здесь даже пятому горизонту далековато до Моторфест. Одни ролики, которые записали специально для игры, чего стоит. В ту же атмосферность опять добавляем японско-неоновую ветку, или же мне понравилась гонка где-то на стареньком бусике от Volkswagen колесишь под гавайскую музыку по острову. Короче, ребятки ушли в атмосферу, и это очень хорошее решение. Музыка в заездах шикарна, но тут хочется сказать, это было в Форзе. Некоторые треки взяты прямиком оттуда, один трек я вообще услышал из киберпанка, но в целом это молодёжный саундтрек, который приятно слушать. Unbound, учись как надо. Ещё мне дико зашёл момент, что ты когда например прыгаешь с возвышенности, звук как будто притихает и всё вокруг замирает. Саунд дизайн тоже неплох. Автопарк можно перенести с твоей прошлой игры, то есть из игры 2, однако все машины перенесутся без внутреннего тюнинга, и плюс к этому некоторые авто вы уже не найдёте у себя в гараже. Система тюнинга и стайлинга осталась такой же, то есть да, опять придётся гринди детальки на разные авто. Автопарк пополнился некоторыми новыми тачками, к примеру, о бог ты мой, они вернули супру, и ту супру, что нам дали погонять, сделали очень стильно, не знаю как вам, а она мне очень прям нравится. Есть новый электрохаммер, и короче так далее. Транспортных средств на данный момент в игре насчитывается 564 единицы, туда же самолёты и лодки, но пока самолёты кроме как для быстрого перемещения по карте вообще не нужны, а лодки даже для этого не используются. Зачем их добавили? Да в принципе, наверное, просто перенесли, как и весь транспорт. Будем ждать заданий с ними, или наоборот, не ждать. Сетевой код явно внуждаются в шлифовке. Мы с друзьями играли не один раз, но постоянные вылеты и зависания от того, что у кого-то там потеряно интернет-соединение, очень сильно бесили. Сюда же добавляем, что команда до сих пор позволяет играть тебе только вместе с четырьмя людьми, хотя в самих гонках бывает и по 8 соперников. Почему бы не увеличить команду, я не скажу. Саммиты местные сезоны уже доступны, и уже пахнет гриндом, и вечной борьбой за очки, как это было в прошлый раз. Готовимся к повтору кучи гонок, чтобы пройти одну единственную гонку в саммите, но просто на новой машине. Вид от первого лица улучшили, теперь он выглядит неплохо. В дождь работают дворники, эффектики все красивенько, кроме опять же отражений. В начале игры создаешь персонажа, и тоже его тюнингуешь. Тут все стандартно. Подводя итог, хочется сказать, что Crew Motor Fest это хорошая и крепкая гоночная аркада. Если вам надоело Форза Хорайзен, и хочется чего-то похожего по вайбу, но в то же время другого по геймплею, то настоятельно рекомендую попробовать Motor Fest, который в отличие от Хорайзен, направлен на максимальное веселье и аркадность. Да, Motor Fest копирует во многом эту серию, но с другой стороны, какая гонка сейчас не копирует Форзу? Ведь Форза та гонка, где есть все, и от этого плохо игрокам. Форза стагнирует, а Motor Fest может стать конкурентом. А как вы знаете, конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов. От этого игроки только выиграют. Motor Fest может и не заменить Форзу, но у него есть все шансы стать альтернативой. Покупать или нет, дело каждого, но брать на релизе за фулт прайс я бы точно не стал. По скидочке за пару тысяч самое то. А что вы думаете об игре? Участвовали в бетке или нет? Кстати, подписчики моей телеги знали о том, как поиграть еще за день до тестирования, так что залетайте в телегу. Спасибо бустерам за то, что обеспечивают мои покупки и коммуналку. Всем спасибо, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok